Главный докладчик, министр финансов Бурятии. В своем выступлении Всеволод Мухин опирается на прогнозы социально-экономического развития и озвучивает такие вот цифры. Дефицит бюджета в 2020 году составляет 2,7 миллиарда рублей или 10% от прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета. Исходя из прогноза поступления доходов и источников финансированного дефицита бюджета, общий объем расходов планируется в 2020 году в размере 67,3 миллиарда рублей. В 2021 году 58,7 миллиардов рублей, в 2022-м 47,6 миллиардов рублей. Многим депутатам доклад министра экономики не понравился и вызвал множество вопросов. Общую позицию народных избранников высказал Ирин Чай Матханов. Доклад министра был, конечно, абсолютно слабый и очень неуверенный вообще. Что за показатели, когда год от год доходная часть у нас падает в республике Бурятия? Какую вы суперреспублику строите вообще? Доклад бюджета на будущие годы должен включать в том числе и анализ сегодняшнего состояния дела вообще. После небольшой дискуссии обсуждение продолжилось. Некоторые позиции, указанные в проекте документа, вызывают недоумение. Вызывает озабоченность обоснованный вопрос сокращения на 498 миллионов рублей в 2020 году расходов на национальную экономику, а значит снижение стимулирующих направленности бюджета на рост экономики. Без повышения темпов роста экономики нам не удастся добиться главного повышения благосостояния граждан. Еще одна позиция, по которой депутаты не согласны, это финансирование ТОСов. Новый закон предусматривает значительное сокращение денежных вливаний. Предварительно в проектах было, что сумма будет урезаться на 12 миллионов рублей, но ни в коем случае этого не надо делать. Почему? Потому что мы как власть, мы публично обещали людям на первом фестивале ТОСов, выезжая в районы, сохранить это, но при возможности увеличить, я даже не говорю, чтобы увеличить, но хотя бы вот эти 60 миллионов сохранить. И обязательно это включить в резолюцию. Между тем в проекте многие цифры не окончательные. Ко второму чтению документ приобретет полноценный вид. Многое зависит от поступлений из федерального центра. Конечно, в первом чтении эти параметры, они рассматриваются и ко второму чтению. Наверное, они изменятся в сторону увеличения. Вы знаете, что буквально на днях Государственная Дума приняла федеральный закон в первом чтении. Безусловно, ко второму чтению разные субсидии, субвенции уже выяснится, что необходимо для республики Барятии, какие цифры поступят. Второе чтение состоится 5 ноября. Пока все замечания и предложения в проект закона о бюджете будут рассмотрены в комитетах и рабочих группах. Батар Ломбаев, Сергей Медведев. Новости дня.